К другим темам в Тульской области. К Новому году открыли новый автомобильный мост. Прежний уже несколько лет был закрыт. И местным жителям, чтобы добраться до ближайшей трассы, приходилось сделать крюк в несколько десятков километров. Теперь с экономленным временем жители деревни Подосинки обязаны военным. Переправу построили в рамках учений. Денис Алексеев был там и все видел. Когда старый железобетонный мост пришел в негодность, вот что от него осталось жителям деревни Подосинки. Долгое время приходилось делать крюк почти 30 километров, чтобы добраться до областного центра Тулы и федеральной трассы. Новый мост стал спасительной переправой и подарком к Новому году для тысячи жителей. Всего 36 метров протяженность, шириной 7, реверсивное движение, но для местных жителей это все мелочь. Люди работают Тула, Киреевск, Болохова, учимся, лечимся, все через этот мост. Поэтому для нас он был просто жизненно необходим. Тот самый случай, когда приятное совпало с полезным. Деревне был нужен мост, военным западного военного округа, отработка навыков возведения мостовых конструкций. Результат 20-дневной работы мостового батальона. Что такое мост для населенного пункта? Это жизнь, это артерия, связующая по всем направлениям деятельности. Было принято решение о безвозмездной передаче вот этих необходимых коммуникаций Тульской области. И, конечно же, мы очень благодарны вооруженным силам нашим, тем парням, которые здесь в тяжелых условиях создавали необходимые эти коммуникации. В рамках таких военных учений в регионе за один раз появилось три моста сразу. Два автомобильных и один пешеходных. Денис Алексеев, Никита Корнеев и Стас Курашов. Вести. Тульская область.